После морозов Хибины накрыло снегопадами. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. Сложнее всего приходится в эти дни специалистам ручного труда. Их сейчас на расчистке городских территорий в Кировске 37 человек. Как в целом организована эта работа в городе и кто за что отвечает, расскажет Мария Савохина. За январь в Кировске выпало уже более 60 миллиметров осадков. Третье этого объема за минувшую неделю. С городских территорий вывезли почти 20 тысяч кубических метров снега. Это почти полторы тысячи самосвалов. Мы отвечаем за все главные дороги города Кировска. Это 25 километров. Это Ленина, Пенинградская, Губелейная, Шалейка, Парковая, Лабораторная, Лобунцова. Ну это, как бы, не считать основными. Но, тем не менее, это зона нашей ответственности. Основные автомобильные дороги в Кировске расчистили со вторника на среду. Сегодня днем работает 10 единиц техники. Утром расчистку с вывозом снега производили на улицах Шилейка, 50 лет Октября и Олимпийской. В целом, очень хорошо. Я даже удивлен, потому что техника работает, наверное, почти круглые сутки. Ну, не круглые сутки, но, по крайней мере, когда мы выходим, несколько раз проходим, техника работает всегда. Придомовые территории – зона ответственности управляющих компаний. И тут у жителей города много вопросов. Во дворы не заехать. Даже патрульная расчистка проезда выполнена не везде. Каждый год одна и та же ситуация повторяется. Накрывают город. Не сказать, может, центр где-то прочищают, а остальные территории дворовые. Вчера тут коллапс целый был. Но это во дворе? Конечно, конечно. Не заехать, не пройти. Тут машин было. Во-первых, мусор вывезти. Там постоянно собирается все это дело кучами. Дорожной службе ЦИМТО необходимо еще два дня, чтобы привести город практически в идеальный порядок. Это если осадков не будет. Однако, по прогнозу, сегодня ночью опять снегопад. На оперативную уборку дорог можно рассчитывать, а вот придомовые территории завалят еще больше. Субтитры создавал DimaTorzok